Добрый вечер всем, кто уже добрался домой и отогревается горячим чаем. Корреспонденты информационной программы «Наши новости» готовы рассказать об основных событиях в крае и его столице. А проведем сегодняшний выпуск мы, Татьяна Динер. И Кирилл Политов далее о наиболее заметных темах выпуска. Утро туманное, утро морозное. Долго ли еще нас будет терзать аномальный минус за окном? Все, что говорят о глобальном потеплении. Лапы, уши и хвосты. Особенно трудно в сибирские морозы приходится братьям нашим меньшим. Если вы видите, что замерзает котенок, щенок, собачка, нет никакой особой сложности, чтобы хотя бы на время ее взять к себе. Главный российский Дед Мороз шагает по стране. Он уже успел побывать в краевой столице и на Укограде. Мне очень понравилось. Он такой большой, очень красивый. Красивый. Итак, сегодня тот день, когда новости о погоде не завершают выпуск, а начинают его. Кстати, Кирилл, ты знаешь самую популярную шутку последних дней про морозы? Нет, не знаю. Ну, рассказывай давай. Утром проснулась от стука. Стучался градусник. Просился в дом. Холода достигли своего апогея. Так говорят синоптики. По их словам, сегодня был самый холодный день декабря. В Барнауле столбик термометра опустился до минус 44, а в других населенных пунктах края он достигал отметки минус 47. Не зря же декабрь еще в шутку называют дубабрь. Что ждет нас дальше, расскажет замерзшая, но заряженная позитивом Галина Юмашева. Сверху минус 35, снизу минус 39. И это в черте города, где воздух согревают, выхлопные газы автомобилей, дым из печей и не только. А за городом температура еще ниже. Барнаул, как и другие населенные пункты края, погрузился в туман, который синоптики называют нормальным явлением. Рядом, вот, которая относительно теплая в любом случае. Город сам по себе является теплее окружающей территории. Поэтому более теплый воздух, он превращается вот в такой вот туман, который не рассеивается, из-за того, что его сверху держит очень холодный воздух с высоким давлением. Ветра нет. Вчера был чуть ветерок, его растягивало, сегодня ветра нет. Завтра вероятность этого тумана весьма велика. А дальше туда, к выходным, скорее всего, если погода начнет потихоньку перестраиваться, ну, будет рассеиваться. Лютый декабрьский мороз в крае стоит уже больше недели. Такая погода энергетиков, коммунальщиков и спасателей заставляет работать в постоянном напряжении. Сегодня в Барнауле произошли две серьезные аварии. На улице 50 лет СССР переломился чугунный водопровод. Здесь машины примерзали резиной к асфальту. В промышленной зоне произошел порыв теплосети. Пар поднимался в высоту на несколько метров. Неисправность и перекал печей или обогревателей становятся причинами ежедневных пожаров, на которых гибнут люди. Горят и автомобили, им приходится греться круглосуточно. Сегодня в Барнауле пламя поглотило машину такси. Однако, не все так страшно. Есть и позитивная сторона нынешних холодов. Синоптики утверждают, что такой погоды в декабре не было последние сто лет. А значит, мы живем в уникальное время. Все, что говорят о глобальном потеплении, ты пи***шь. Отвечаю. И туман, и аномальный мороз должны рассеяться к выходным. Правда, если видимость на улице нормализуется заметно, то температура будет прибавляться лишь по 2-3 градуса. Хотя даже минус 25 на термометрах жители края были бы несказанно рады. Галина Юмашева, Николай Шелко. Наши новости. Сибирские морозы принесли массу проблем, неудобств и рубцовчанам. Многие школьники не ходят на занятия, транспорт ломается, а люди страдают от переохлаждения. В трампункте Рубцовска снова очередь. К жертвам гололеда добавились пострадавшие от затянувшихся морозов. Ежедневно медучреждения обращаются несколько человек с диагнозом отморожения. Обращаются взрослые дети с различной локализацией отморожений, с разной степенью отморожения. В основном к нам, конечно, обращаются с легкой степенью, первая, вторая степень, потому что основные такие тяжелые степени отморожения у нас, они лечатся в условиях стационара. У детей, как правило, чаще всего страдает лицо, а вот у нетрезвых взрослых – пальцы, рук и ног. Кстати, несколько человек получили отморожение четвертой степени, и им пришлось ампутировать конечности в хирургическом отделении. Чтобы не допустить трагедии, врачи говорят о необходимых мерах защиты от холода. В качестве профилактики, естественно, мы сегряки должны теплее одеваться, закрывать открытые участки тела. Ни в коем случае нельзя в отмороженном участке тела после их отморожения ветер стирать, тем более снегом. Это неправильно, это приводит к осложнениям. Если случилось так, что человек получил отморожение, то нужно сделать так, чтобы этот участок медленно согрелся, постепенно повышаясь с температурой. Кстати, как уверяют медики, никакие народные средства, вроде гусинного жира, не спасут от отморожения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни мороз не ослабнет, так что по-прежнему стоит воздержаться от прогулок и хорошо взвесить все за и против, отправляя маленьких детей в школу. Яна Писарева, Михаил Артемчук. Наши новости. Продолжаем тему морозов. История новосибирского зоопарка, чуть не превратившаяся в трагедию, взволновала не только жителей Сибири. Если кто не в курсе, напомним. При перевозке слонов машина сломалась на трассе. Там животных пришлось спасать от отморожения народными средствами. Мы получили множество звонков от неравнодушных зрителей, интересующихся, как чувствуют себя в лютый мороз звери в краевой столице. И Юля Годар узнавала. Даже для коренных жителей Сибири аномальные морозы – настоящее испытание. Что уж говорить об эмигрантах из теплых стран. Так в новосибирском зоопарке африканских слонов отпаивали водкой. Досталось по ящику на хобот. И тем не менее, питомцы получили небольшие обморожения кончиков ушей. Как чувствуют себя, чем спасаются животные в Барнауле? В городском зоопарке на очень свежем воздухе пушистые хищники. От обморожения на снежной прослойке их спасает жировая. Чтобы круглосуточно пребывать на улице, необходимо пребывание нескольких сантиметров в талии. Зимний минус для клыкастых питомцев на самом деле плюс. К рациону на 100%. Ровно вдвое увеличена порция мяса для хищников. Забота о краснокнижных повышенная. Чего-чего от человеческого отношения им хватает. Хотя сказать, что работники зоопарка ходят перед питомцами на задних лапах, было бы неверно. Скорее наоборот. На разогрев танцы, пусть не знаменитые гавайские, а гималайские. Рецепты от замерзания, как с детьми. Подвижные игры. Кстати, малыши зверей, так же как и человеческие детеныши, не любят спать. Поэтому медвежата до двух лет не впадают в спячку. Канадская пума, амурский тигр, настоящий африканский лев. Казалось бы, экзотам никогда не приспособятся к суровому сибирскому климату. Однако пушистая теплая шкура дарована природой зверям именно для сохранения температуры тела и спасения от солнечного удара. На практике и от ударов мороза она же и выручает. Принцип действия тот же. Мы видим, что животное чувствует себя очень прекрасно. Несмотря на то, что это африканский лев, он вполне нормально переносит наши суровые сибирские условия. Что касается домика, то у нас домик очень хорошо утеплен. Вот там у него лежит много сена. То есть он в сено даже утром посмотришь, он закутается в сено, так вылазит, мордочка вся сенит. Такой интересный, забавный. В принципе, можно сказать, что это наш сибирский лев. Обратная ситуация с коренными, дворовыми не в одном поколении. В собачий холод как никогда уместно выражение «замерз, как собака». В миниатюрном частном секторе на 96 домиков привезные псы до хрипоты требуют к себе внимания. Ведь голодная собака непременно замерзнет. Это животным подсказывает инстинкт. В приюте для четвероногих делают все, что возможно. Здесь утеплили будки войлочными дверями-ковриками, застелили соломы и перевели ничейных на трехразовое питание. Но это лишь капли ласки в собачьей жизни. У нас в приюте содержится небольшое количество животных, если сравнивать с тем количеством, которое у нас на улицах. У нас по заявлению ветеринарной службы более 8 тысяч животных на улице бездомных. Рассчитанный всего на сотню будкомест, приют «Ласка» – единственный в городе, кто оказывает безвозмездную помощь животным. Разместить всех бездомных он физически не может. А ведь в морозы питомцам не хватает не только места, но и простого человеческого тепла. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города, чтобы, если вы видите, что замерзает котенок, щенок, собачка, нет никакой особой сложности, чтобы хотя бы на время ее взять к себе. Завести ее домой, обратиться к нам, мы поможем с пристройством, мы поможем с объявлениями. Если необходимо, с ветеринарным обслуживанием, в этом мы всем помогаем. Руку помощи необходимо протянуть и птицам. Когда ночная температура падает до минус 10 и ниже, пернатые за ночь теряют до 10% собственного веса. Но даже в самый крепкий мороз птицы могут выжить, если у них будет достаточно корма. Наиболее универсальные – семена злаков и подсолнечника. Большое количество растительных жиров внутри делает их важным источником энергии. Обязательно проследите, чтобы семечки не были жареными или солеными. Это вызывает серьезные заболевания у птиц. Возможно, кто-то скажет, что в природе выживает сильнейший. Но очень обидно, когда крылья складывают от человеческого равнодушия. Юлия Годар, Александр Морозов. Наши новости. Новый год все ближе, и некоторым ждать его уж не втерпешь, а оставшиеся дни, как назло, тянутся долго-долго. Студенты политехнического решили приблизить праздник и провели свой жаркий Новый год. На сковородке в лютый мороз несколько команд, предварительно утеплившись, собрались вместе, чтобы создать праздничное настроение. Для этого они участвовали в конкурсах, танцевали и веселились. Во многом, конечно, благодаря Морозу, ведь как-то согреваться нужно. Здесь же выбирали лучшую пару дедушки и внучки. Каждая команда выдвинула Деда Мороза и Снегурку, для которых устроили отдельный конкурс. Определили победителей через несколько этапов. Приседания, тестирование на знания Нового года и лучшее поздравление стишок. У нас скоро зачетная неделя, все начнут готовиться, ни у кого не будет времени. Все разъедутся по домам, а так пока все здесь, надо быстрее что-то делать, согреваться, веселиться. Когда еще как не под Новый год можно попасть в настоящую сказку, полную приключений и волшебства. Для алтайских ребят она стала реальностью. Главный российский Дед Мороз поздравил мальчишек и девчонок Бийска и Барнаула, а также губернатора Алтайского края с наступающим праздником. Наши корреспонденты застали дедулю в Наукограде. Для Полины Новый год самый любимый и долгожданный праздник. Праздник чудо и волшебства. И в этот день сбылась ее заветная мечта. Она увидела самого, что ни на есть настоящего Деда Мороза. С самого детства она писала ему письма. Пока не умела писать, рисовала свои мечты. Не фотоаппараты, компьютеры и телефоны хочет Полина. Желание девушки, здоровья и благополучия всех людей на планете. Мне очень понравилось. Он такой большой, очень красивый. Он прям настоящий. У него большие щеки очень красивые. Он какой-то добрый. У него красивая борода. Мне очень понравилось. Новый год слетает с неба. Или из лесу идет. Или из сурового снега. К нам приходит Новый год. Каждый ребенок мечтает о настоящем чуде. Особенно в Новый год. Сегодняшняя новогодняя елка в школе номер один приоткрыла дверь в сказочный мир чудес. Хороводы вокруг пушистой красавицы, веселые игры и конкурсы. Радости школьников не было предела. К слову сказать, не только дети обрадовались появлению главного героя новогоднего праздника. Лица взрослых тоже светились улыбками. Накануне главный российский Дед Мороз побывал в Барнауле. Сегодня с удовольствием послышал новогодние стихи и песни школьников Бийска. Рассказал о своем доме в Великом Устюге и, конечно, подарил подарки. Дедушка открыл секрет. За прошлый год он получил более 700 тысяч писем. Кстати, если кто-то еще не успел написать письмо, время еще есть. Если вы даже не знаете адреса, куда написать или ваши дети, куда написать Деду Морозу, вы просто можете написать Деду Морозу и письмо обязательно придет на нашу почту. Мне очень нравится, когда дети не просят о каких-то материальных ценностях, а просят, допустим, благополучия всех их семьи. Вот это самые теплые, самые добрые просьбы от детей. В памяти о новогоднем празднике мальчишек и девчонок школы номер один останется отличное настроение и фотографии с Дедом Морозом на память. Им будет чем похвастаться уже перед своими детьми. Анастасия Исаева, Андрей Сегаев. Наши новости. Колбаса здесь и сейчас. Новый уникальный формат приготовления колбасы и деликатесов прямо в магазине из натурального сырья в присутствии покупателей. 15 декабря в Кривой столице открылся первый в Сибири колбасный мини-цех от Кузбасского пищекомбината. В Алтайском крае открытые уже много лет успешно работают мини-цеха в магазинах «Мариара» под брендом «Беремясовка». Новый колбасный мини-цех – это первый уникальный проект приготовления колбасы и деликатесов прямо на глазах покупателей. За стеклом, как на ладони, весь цикл производства. От разделки мяса до поступления продукции на прилавок. Такой же, как на главном предприятии, только представлен в миниатюре. Высокотехнологичное современное оборудование, соблюдение санитарных и гигиенических норм при производстве, высококачественное сырье – это лишь некоторые составляющие успеха выпуска колбасы и деликатесов. Секрет вкусных колбас из Басковой пищекомбината откроется в использовании новейшего оборудования, в мастерстве наших технологов и в профессионализме наших сотрудников. Также в высоком качестве натуральных составляющих. Это свежеохлажденное мясо, которое приходит нам с собственного экохозяйства. И специи мы используем от ведущих мировых производителей. Мини-цех еще только набирает обороты, но уже сегодня каждый покупатель может найти продукцию по своему вкусу. Колбаса краковская и свиная, колбаски охотничьи и шашлычные, хлеб мясной ароматный – здесь более 15 видов уже полюбившихся многим наименований. А возможность убедиться в качестве и натуральности производимых продуктов теперь появилась у каждого. Еженедельно будут проводить экскурсии в мини-цехе. Он находится в торгово-развлекательном центре «Огни», который расположен по адресу город Барнаул, улица Антона Петрова, 219-Б. Таким был этот вторник. Глазами корреспондентов наших новостей и мы передаем слово рубцовским и бийским коллегам. А для зрителей краевой столицы телевизионный вечер продолжится традиционной рубрикой, посвященной экономической жизни края. Елена Макаренко расскажет, какие сюрпризы обещает нам 2013-й в самом своем начале и что значит встретить главный праздник года весело, но разумно. А Иван Нифонтов и Андрей Гречин приносят России бронзовые медали Олимпиады в Лондоне. Ура, Татьяна! Нет, это не повтор летнего выпуска новостей. Ведущий программы «Нескучный спорт» Юрий Борлиц подводит черту уходящего года перед тем, как самому уйти в отпуск. А наша часть выпуска на этом завершена. Мы, Татьяна Динер. И, Кирилл Политов, благодарим вас за внимание. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Каждый Новый год обходится жителям нашей страны все в более круглую сумму. Растут затраты и на подарки, и на еду, и на развлечения. Российские экономисты подсчитали, за время грядущих зимних каникул рядовой горожанин уже готов расстаться в среднем с 15 тысячами рублей. Между тем, у каждого из нас, помимо праздничных трат, есть еще и будничные. О них далее. Знаковые региональные новости истекшей недели оказались на редкость разноплановыми, но преимущественно со знаком минус. Так, черный список вузов пополнило еще одно краевое заведение. Миноборнауки признала неэффективным Алтайскую академию экономики и права. Хвосте перечни она оказалась по результатам мониторинга, включающего пять критериев. Основной из них – средний балл ЕГЭ студентов, принятых на первый курс. Если доверять оценке профильного ведомства, то будущих экономистов вуз взращивает исключительно из бывших троечников. Впрочем, такая любовь к середнякам отчасти объяснима. Студенты-платники – основной источник финансовых средств частных учебных заведений. Уровень дохода беспокоит и алтайских техосмотрщиков. Ссылаясь на убыточное состояние своей сферы, аккредитованные операторы обратились к губернатору края с просьбой повысить тариф более чем на 50% или 295 рублей. Аналогичные заявления об увеличении стоимости услуг у пассажироперевозчиков Барнаула. Автопредприниматели предлагают городским властям повысить цену проезда в общественном транспорте сразу на 4 рубля. Кроме того, они намерены добиться и ощутимого роста стоимости единого социального билета. Кризис сказывался, то есть цены на подвижной состав резко увеличились за эти годы. Но самая большая, конечно, проблема – это вот в последнее время очень здорово растет топливо, выросло практически на 50% с 19 до 29 рублей, это тоже все знают. А это очень большой процент занимает в наших затратах. Однако трудную финансовую жизнь и части малого бизнеса обещают облегчить. ИПшникам, применяющим вмененную и упрощенную системы налогообложения, предоставили возможность перейти на патент – новый самостоятельный режим, который начнет действовать с 2013 года. Суть нововведения сводится к двусмысленному принципу – деньги в обмен на налоговую свободу. Иными словами, в проплаченный период времени нежелательные встречи со сборщиками пошлин просто исключены. Вот только воспользоваться столь привлекательной налоговой системой может лишь узкий круг предпринимателей. Число работников не может превышать 15 человек, а объем общегодовой выручки – 60 миллионов рублей. И самое неприятное – число видов деятельности, по которым можно перейти на новую налоговую систему, жестко ограничено, а стоимость патента не такая уж и низкая. Новая система, там есть как бы подводные камни небольшие. Поэтому я думаю, что первый год она популярна не будет. Допустим, стоимость патента нельзя уменьшить на страховые взносы в пенсионный фонд. Пока выгодно экономически платить ЕНВД. Выгодно и по-настоящему золотое время. Предновогодняя пора наступила для торговых сетей. В то же время праздничный ажиотаж, подсчитали экономисты, наносит двойной удар по нашим кошелькам. Особенно ярко это проявляется во время различных массовых акций. Так, во время ночной распродажи в Барнауле, ее одновременно объявили сразу три компьютерных магазина, несколько тысяч покупателей вмиг опустошили прилавки, помяв при этом входные двери и повредив эскалатор. И судя по высказываниям на разных форумах, акции многие остались разочарованы. Скидки на дорогие и по-настоящему качественные модели были гораздо скромнее обещанных 70%. Не все то золото, что блестит. Нас завлекают призрачным сиянием вещей, обещая на них заниженную цену. Однако не стоит забывать, что в погоне за желанной выгодой скупой часто платит дважды. Разумный совет психологов. Прежде чем что-либо приобрести, подумайте, действительно ли вам нужна эта покупка. Спонсор рубрики Барнаульская горэлектросеть. Здравствуйте. Еженедельная программа «Нескучный спорт» подводит итоги такого же «Нескучного» и «Олимпийского» 2012-го. Сегодня ограничимся событиями, связанными только с алтайскими атлетами. Уж поверьте, тут есть где развернуться. Лучшим спортсменам трудновато выдвинуть одного, поэтому трое в самый раз. Участники и медалисты Олимпиады в Лондоне. Андрей Гречин, плавание Иван Нифонтов-Дзюдо и Сергей Шубенков, легкая атлетика выступили, думается, по максимуму своих возможностей. Широко известен факт, что все 130 олимпийцев сборной России получили в подарок автомобили от президента Путина. Ауди А8 за золото, А7 за серебро, А6 за бронзу. Гречин вернулся в большой спорт после полугодичной паузы. В организме пловца случилась биологическая авария. Разрыв легочной альвеолы. Андрею спасали жизнь. Травма не могла сказаться, не сказаться на подготовке Гречина в ходе всего цикла. Так что третье олимпийское место в эстафете на 100 метров вольным стилем – достойная цифра для страны и Алтая. Барнаулец плыл на первом этапе. Вы считаете, большие средства вложены? Ну... А в футбол маленькие вложены? Средства. Что-то выступили кто-то? Дальше группу кто-то выиграл? Вышел? Греция. Я боюсь, если бы Греку какого-нибудь проиграл на 100 метров вольным стилем, да я бы сам со стыда умер. Вы что, смеете, что ли? Какие, ну, огромные, ну, вложенные средства, да. Вложенные в остальные виды спорта средства. Ах, эти глаза напротив. Мгновение счастья барнаульского дзюдоиста Ивана Нифонтова снова вызывают приятные чувства, затмевая морозы за минус 30. Поездка в Лондон была тоже под большим знаком вопроса. Травма, операция, лечение, восстановление, перемешанное с мечтами о первой Олимпиаде. Главному тренеру сборной России, итальянцу Эдсо Гамби, благодарна теперь вся олимпийская сборная под дзюдо и, конечно же, миллионы болельщиков. Ведь кроме бронзы Ивана в весе до 81 килограмма, у России несколько золотых наград в этом виде после 20-летнего застоя. До прихода Гамби говорили все, как надо с русскими бороться. Нужно побороться 3 минуты, они устанут и они сами себя бросят. Не надо ничего делать, не надо пытаться их бросить. Они все сами сделают. А сейчас мы готовы бороться до конца и соперники уже не знают, как с нами бороться. Молодой потомственный бегун Сергей Шубенков из подающего надежды за полгода сиганул в звезду Европы, ускорив на полсекунды свой бег на 110 метров дистанции с барьерами. Побил древний рекорд Советского Союза. В Хельсинки он стал чемпионом Европы в 21 год. Россияне в беговых дисциплинах уже вообще-то по одному цвету кожи проигрывают до старта еще. Но Сергей доказал теорему бега на свой лад. А вот в Лондоне мы так отчаянно ждали награды от Шубенкова, что не хотели верить до последнего в несколько сбитых им барьеров. Самый смак будем думать еще впереди. Барнаулец слишком амбициозен, чтобы не думать о следующей Олимпиаде. Слишком. Ты смотри, вот на этом деле ты сконцентрируешься, уйдешь в другую сторону. И Синбаева тоже снималось много в рекламах. И к принцам на приемы налеталось. И потом, что получилось на чемпионате мира. Поэтому вот это строго. И вот он, нет-нет-нет, смотри мне. Как же велик и вроде невидим вклад тренеров-спортсмена, которого потом хвалят по телевизору. Если бы не этот человек, шубенковский семейный талант раскрылся бы годам к. Сергей Клевцов, шагнувший за почетный возрастной барьер 50-летия, по версии нашей программы, является лучшим тренером 2012. Добавлю, что это удивительно открытый, честный человек, живущий спортом и для спорта. Не сомневаюсь, есть достаточно таковых на свете, но рывок мировой известности барьериста Шубенкова за несколько месяцев – вот незыблемое доказательство заслуг Клевцова. Ту работу, которую мы работаем, в конечном итоге она нас кормит и эмоционально, и морально, и натурально, скажем так. Что касается сидеть у камина в старости, ну, во-первых, дай бог нам до старости еще дожить, это раз, а во-вторых, собственно говоря, мне кажется, я никогда не смогу просто так сидеть спокойно у камина. Да у меня и камина-то нет. Наравне со сборной России по футболу разочарованием года на Алтае смело назовем знакомый ВОЗ, что и ныне там – команду «Динамо-Барнаул». Не помог новый сочинский тренер Геннадий Бондарук взамен Сергея Ромашвили, да и звездный костяк футболистов, вернувшихся в родное «Динамо», Яркин, Старков, Погребан, Полянский, как-то не принес ожидаемой пользы. Все по отдельности хороши, а вот команда как барахталась, так и продолжает держать марку. Восьмое место перед весенней частью чемпионата – это из области на зло рекордом. Рассчитывали мы все, что наши будут на голову сильнее соперников на востоке второй лиги. Вот мы, болельщики, наивные. И нас все меньше и меньше. Джингл Беллс, Джингл Беллс, Джингл All The Way О, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Джингл Беллс, Джингл Беллс, Джингл All The Way О, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh 8 мая, словно день победы, не есть параллель всего-всего в России, команда Алтайбаскет не вышла напрямую в Суперлигу, проиграв домашний финал, вышки на глазах местной публики. Второй год подряд грозила застоем. Между тем, главные задачи наша команда-то выполнила, как обещало руководство, весь Алтайский край увидел праздник баскетбола и Алтайбаскет, даже уступив чемпионство, как-то взял и обеспечил себе пропуск в Суперлигу. Маловато пяти выделенных минут, чтобы оглядеть все заметное в году, так и в спорте время тикает, и ты хоть кто, надо укладываться. Нескучный спорт прощается с вами до 2013-го, чуть менее обещающего, не олимпийского, но полного надежд, что многое изменится не само, а нашими с вами руками и возможностями. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова